привет народ сегодня с вами снова я Евгений Пугач из Израиля мы как всегда на этом канале говорим о бариатрии я хотел бы в данном видео поговорить с вами на тему а что же мне кушать после операции и или я сделал вторую бариатрическую операцию у меня боли что я делаю не так эти две вещи с моей точки зрения очень связаны потому что любой бариатрик неважно сделал первую операцию или вторую операцию или третью тоже такие это я лично знаю такие случаи не один к сожалению или счастью те кто не знает из-за 2 бариатрической операции почему вторую ни в коем случае не из-за потому что я поднялся в весе потому что у меня появилась грыжа рефлюкс я сделал слив пришлось делать шунт включая ремонт грыжи и прочую прочую бяку короче уже все хорошо несколько лет тому назад я сделал эту вторую операцию первую сделать 2011 году да дело неважно все все в принципе хорошо для начала еще хочу сказать что я не врач я ни в коем случае них одни даю вам никакие медицинские советы то что я вам говорю вы делаете на свой страх и риск а я всего лишь делюсь своим опытом и везде в любом ролике и в этом в других когда я говорю надо делать так или нет проверяйте меня уточняйте у своих врачей праве или нет но еще раз я делюсь своим опытом который у меня довольно богатый плюс я веду довольно крупную группу в в дуэт она была в на ватсапе сегодня она перешла в telegram ссылка есть под каждым роликом поэтому заходите смотрите значит что же я делаю не так или что надо есть мы прекрасно понимаем что человек который перенес первую бариатрическую операцию или же вторую он перенес операцию если сейчас неважно это шунтирование мини шунтирование там не дай бог саде или там слив это неважно кроме бандажа бандажа то особо я правда я про бандажа же не хочу говорить это операция которая не работает поэтому фу-фу-фу то есть каждого свое но я не совсем за эту операцию что происходит нас сделали операцию нам на поставили швы и мясо должно зажить дамы при конца понимаю что но надо время чтобы но зажило то есть если вы порвали мышцу вы же не будете сразу идти бегать дать и время понятно что внутри организма все заживает быстрее так вот почему же начал видео именно так что сделать вторую операцию мне больно или сделал первую что-то делаю не так ребят как правило те кто сделал бариатрическую операцию у них боли как правило проходят на примерно 3 5 сутки максимум я не говорю про боль которая иногда бывает в спине из-за того что вас когда он делает операцию вас накачивают воздухом и иногда он не уходит есть такое ощущение чтобы лиц спина и лопатки это может быть недели две три но она проходит то есть эта штука есть у меня допустим это было и еще не многих кого я знаю то есть это не довольно частая проблема она бывает да но она не у каждого скажем так действие кто это чувство есть те кто нет мы сейчас я говорим о боли то есть дам еще пример почему что мне сподвигло на съемку это видео ко мне обратилась девушка красивая хорошая милая я знаю что она меня смотрит я не буду говорить имя привет дорогая говорит что я что-то вот сделала вот где операцию где-то недели там 3 тому назад а мне больно ру солнышко сколько ты ешь говорит вот та-та-ту-ту ты примерно посчитал что ее трапеза после операции составляет мину минимум грамм 300 и если не все 400 немножко охренел а только я гру солнышко это неправильно то есть фу-фу-фу это так есть нельзя что не так я гру солнышко порезал первую операцию сколько-то ела ну да к тем эльку маленькую гру примерно часто что делаешь дура ой ой да блондинка ой да 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 она поняла ей было больно потому что она тупо себе растягивала кишки которые так только там вас только срослись им больно поэтому ребят когда вы делаете первую бариатрическую операцию или же вам больно после трой посмотрите как вы кушаете что вы кушаете и еще есть одна побочка у тех кто сделал операцию так как правило до трех месяцев когда вы начинаете для себя кушать заново новую пищу окна до себя вести надо взять ложечку как я уже рассказывал мне неоднократно взять ложечку это но у нового продукта ну скажем пире допустим я просто говорю до 500 пире может быть все что угодно там макароны по-флотски пофиг что кушайте хорошо хорошо жуете долго жуете проглатываете и ждете минуты три примерно плюс-минус три минуты если никаких позывов на работу нет и вам нормально вам комфортно продолжаете есть они как буду жрать все ни в коем случае поймите что если вы допустим возьмете что-то жидкое да да тут он тот же самый супчик вы его сможете схавать килограмм если будете кушать медленно почему потому что у вас ограничение идет если суп он же проходит легко можете съесть суп килограмм поэтому не надо есть суп еще почему я не советую очень долго затягивать жидкими продуктами это не только я остальные врачи тоже советуют объясняю наша тушка наше тело такая зараза что она не любит тяжелых путей на хочет полегче понятно что после операции особенно переваривать проще жидкую пищу на вот и начинается ты кушаешь не знаю тоже самое мяско курочку берешь чуть-чуть до грызешь и вдруг боль не не очень приятно почему от тела отказывается принимать это наш привыкла кушать супчики поэтому через три недели после операции примерно врачи просят убрать полностью супы то есть убрать любую жидкую пищу да естественно можете себя иногда побаловать повторюсь побаловать супчиком побаловать не каждый день суп забудьте про это суп нельзя когда я не надо это пустые калории которые просто остаются в теле на хрена вам себя это надо кушайте красивую пищу кушайте вкусную пищу главное делайте это правильно если у вас остались некоторые вопросы или сомнения пожалуйста пишите мне комментарии заходите в нашу группу общайтесь если я не могу ответить там есть много кто может ответить на ваши вопросы все хорошего до новых встреч пока